СКЙВИНД Ой, я Сирана, я вся такая бессмертная. Мой отец запер меня в гробнице несколько столетий назад, чтобы я могла спокойно дождаться выхода Скайвинда. Да, это было так давно, кажется, целая вечность назад. Ну что, когда я наконец смогу поиграть уже в него? Где скачать эту прелесть? Эм, видишь ли, Скайвинд ещё... Не смей. Не вышел. ВАТ ТАФАК! Здравствуйте, дорогие мои грязные нуахи! Соскучились по мну? А я по вам нет, но это не важно. Важно, что Скайвинд наконец-то вышел! Сбылась мечта миллионов игроков! Погодите, погодите, что значит нет? Как же десятки комментариев, призывавших меня признать поражение? Интересно, в чём? Ведь Скайвинд таки вышел! Притом, если верить комментаторам, он за прошедшие три года вышел аж трижды. Да, как же обвинение, что я пустослов и Скайвинд лучшая, лучшая модификация, и уже вот-вот выйдет. В конце концов, как же обещание разработчиков? Их заверение, что работа идёт полным ходом, разве можно им не верить? Да и потом, если Скайвинд не вышел, то во что же сейчас я играю, а? Шах и мат атеисты! А, это старая версия. С какого года? С 2013-го? Ух ты! То есть этой версии уже семь лет. То есть это уже даже не гниющий труп, а истлевшие кости, фактически прах. Ну а как же вот недавний шум с новостями о том, что проект совершил резкий скачок уже вот-вот, ну прям вот-вот-вот? Ведь именно из-за этого ко мне побежали люди с криками, что я облажался. А никак, это именно что шум. Точно такой же, как и в прошлом году, как и в позапрошлом году. Помнится такой же бум в кавычках был в 2017-м году, когда разработчики мамой клялись, что ещё совсем чуть-чуть осталось потерпеть. А всё это БТС, да, вот-вот не могла она не выпустить это переиздание Скайрима, будь оно неладно. Как будто они не знали, что скайвиндеры решат теперь переносить всё на обновлённый движок. А, видите, да, как хорошо, мы виновных нашли. Да, а ещё всему виной плохие актёры озвучки, глаза которых приходится отсеивать, чтобы не получилось на выходе дрянь. И важно, что их никто не просил ставить перед собой задачу озвучить все диалоги. Можно сколько угодно стебаться, но с момента выхода моего первого ролика о Скайвинде я сам успел поучаствовать в серьёзных коммерческих проектах. И я уже не понаслышке, зная, где деятельность, а где её имитация. В случае Скайвинда это именно что имитация. Если они разинули варежку на огромный кусок пирога и никак не могут его откусить, то всего-то и надо поумерить пыл, извиниться и сослаться, как обычно, на то, что они лишь живые люди на энтузиазме. Соразмерить силы и возможности сделать уже хоть что-то. Дайте хоть по Сайду Нину побегать, не знаю, до Балмора добежать, Каю руку пожать, Дару Гробов замочить, сожрать крыс в комнате Дрорейн Телос, пожрать солёного риса в трактире 8 тарелок, хоть что-нибудь дайте уже сделать. А то получается, что куча новостей о продвижениях, но продвижения никакого нет. У нас как была на руках Альфа, так она уже 7 лет лежит. Нет никаких новых версий того, что можно пощупать. И меня не волнует, что они тоже люди, что они ни на зарплате, ни профессионалы. Они перестали принимать донаты. Какая честность, прям слёзы на глаза. Раз они так пафосно заявили о своей работе, значит, должны соответствовать своим заявлениям. Сами подумайте, что в принципе нельзя оправдать этими словами, что они всего лишь люди на энтузиазме и хотят как лучше. Все хотят как лучше. Вот каждый модотел, клепающий очередное ненужное говно, вместо того, чтобы трезво оценить результат, может заорать, что «Вы должны уважать его труд!» Ведь он для вас старается и бесплатно. Кстати, я тоже для вас стараюсь и бесплатно. Только в моём случае этот аргумент почему-то не учитывается. Извините, вы вообще спросили, а нужно ли это бесплатно кому-нибудь? Только спросили по-честному, без всех вот этих вот приукрасок, что мы переносим Моровинд на движок Скайрима, будет настоящий такой Моровинд, только с крутой графикой. Там нет уже никакого Моровинда, даже близко. Он, судя по артам, даже внешне уже почти не похож сам на себя. Большинство тех, кто пускает слюни на проект, уже либо забыли, как выглядел Моровинд, либо вовсе этого никогда не знали. Ну а зато пафосно надувает щёки при его упоминании. Нет, ну а как же? Они же причастны к легенде. Давайте я напомню, что такое Моровинд. Моровинд — это атмосфера. Атмосфера живого мира. Её оживляли не тонны скриптов, не продвинутый искусственный интеллект. Нет, его оживляло нечто неуловимое. Внимание к мелочам. Прекрасная музыка, замечательный дизайн, море возможностей, которые Скайриму и не снились. Тонны интересных диалогов. Персонажи, пусть и шаблонно, но разговаривали, как живые люди, а не как роботы, запрограммированные на несколько фраз. Господи, как же мы привыкли к этой системе. После неё, спустя годы, возвращаться в Моровинд — это как после тяжёлого рабочего дня длиной в десятилетии прийти домой, где тебя радостно встретят, накормят и уложат в уютную постель. Ты готов утонуть в слезах. Ведь для многих, и глупо это скрывать, Моровинд — это ещё и ностальгия. Приятные воспоминания о том безмятежном мире, в котором у нас были месяцы на изучение Варденфела. В своём несовершенстве эта игра настолько совершенна, что Бетезда до сих пор её не переплюнула, даже близко к ней не подошла. Да и, честно говоря, мало кто переплюнул за прошедшие 17 лет. Да, а что может предложить Скайвинд? Чувство ностальгии? Нет. Оно будет заменено чувством дежавю или чувством дубликата. Ты не возвращаешься домой, ты попадаешь в место, похожее на дом. Такие же дома, такие же улицы, но это не оно. Ностальгия осталась там, в третьих свитках. Графика? Ну, я сомневаюсь, что Скайвиндеры смогут внести серьёзные изменения в движок. Собственно, я вам точно скажу, не смогут, потому что они не имеют права, это собственность Бетезды. И если уж она песочила их за переделку монстров из Моры, то за подобные выкрутасы она их на фонарном столбе вздёрнет. Поэтому мы увидим тот же самый Скайрим. Только Скайрим, он даже в одиннадцатом году был не нексгеном. Он был неплох графически, хорош дизайнерски и отвратителен технически. Девять лет назад. Да, ещё через несколько лет мододелы забабахивают текстуры в 4К, адаптируют моды. Моды на мод. Чтоб можно было играть в Скайвинд и не блевать при этом. Какой это будет год? Двадцать седьмой? Толково. Атмосфера? Бросьте, какая атмосфера в суррогатном мире? Беседа NPC, даже если все эти потоки сознания останутся как в оригинале, со Скайримовской системой всё это будет смотреться как обезьяна в костюме Дарта Вейдера. Нереалистично. Это я уже не говорю про геймплейные возможности, реализуемые, вроде как реализуемые, ещё не факт, через костыли. Или вы хотите мне сказать, что копья, раздельные доспехи, мистицизм в виде левитации, создание заклинаний, артефактов, это всё заложено в исходный код? Нет, Скайрим, конечно, на движке Моровин работает, слегка подкрученным, но не настолько же. Вот и получается, что в итоге нас будет ждать в лучшем случае при самом благополучном исходе лишь неплохой мод, который все будут заочно любить просто за то, что, ну, люди ж старались, чё. А вот ничего, ты сам-то играл? Не, ну чё, у меня времени нет, там уж ТС-7 вышел, или ТС-8. В худшем случае всё то же самое, только ещё и похвалить будет не за что. Кстати, о модах. Как вот так вот получается, что не заявляя во всеуслышании о грандиознейшем проекте для Скайрима, без всех вот этих вот облаков фанатизма про лучшую модификацию, как же так получилось, что Скайрим Бионт уже вышел и во всё разрабатывается дальше? Как так получилось, что вышел потрясающий Эндерал, который вообще переделал оригинал до неузнаваемости? Это фактически другая игра на движке Скайрима. Как же Реквием, который через жопу Кагутин, но всё же капитально переделал ролевую систему Скайрима, сделав её реальным продолжением идеи Моровинда? И заметьте, они тоже не за зарплату работали и тоже небольшой командой. Так, может дело всё-таки не в условиях, а в команде? Подумайте над этим. А пока вы думаете, я закончу ролик. Вообще, у меня была мысль, что из-за пандемии они дадут дрозда, ведь все же по домам сидели. Думал, вот сейчас как налягут, да как сделают, как выпустят хотя бы бета-версию. Хотя бы, не знаю, хоть что-то, да? Вот кроме роликов, какие-нибудь там все молодцы, хоть что-то. Но нет, сейчас вот опять стали ходить слухи о релизе, прямо как три года назад. Ну что, чистокровные данмеры и грязные нвахи, давайте, делайте ваши ставки. Будет забавно, если он выйдет сразу после этого ролика. Что ж, тогда я хотя бы смогу наконец вынести вердикт уже по готовой игре. Как говорится, увидеть Париж и заболеть. А вы, ребят, не болейте. Вовремя пейте зелья и стреления болезни, не выходите за барьер, не ешьте скаттл и мойте руки перед нарезанием батата, шага ратомный вальдрум. Покедова. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги.